ребятушки всем привет и сейчас вы увидите первую часть блогеры по-флотски нашего проекта и все части будут выходить на моем канале кстати это очень хорошая новость вроде бы как они будут выходить раз в неделю то есть мне будут прислать я буду заливать и что хочется сказать то что не забывайте что у нас есть канал ready tv на котором стримят у нас ребята уже у нас там по моему 8 стримеров они стримят каждый по два часа и там есть самая главная стримерша ее зовут Алина стримерша Алина вот с таким размером груди очень красивая очень симпатная девушка так что ссылка на родители в описании переходите и смотрите наши стримы ну а теперь смотрите блогеры по-флотски а если это не дай бог будет реальная ситуация да мы потунемся нафиг тут черт меня подери кого это сюда занесло 10 видеоблогеров решили проверить себя и рискнули выйти в море на паруснике можно подумать они с этим справятся лучше бы водомесов сюда завезли я карь мне в бухту если их не будет постоянно укачивать будут все время травить за борт или они сюда за миллионом рублей приехали будут прыгать по мачтам текать канаты и обманывать друг друга чтобы выиграть деньги да они хоть представляют куда попали это легендарный четырехмачтовый барк крузенштерн вот уже 90 лет этот парусник ходит по морям и океанам барк восемь раз выигрывал парусные регаты и совершил три кругосветных путешествия на этом паруснике проходят обучение лучшие курсанты морских училищ они закаляют здесь свою волю и учатся не быть тряпками блогеры зачем сюда приехали кто они вообще такие меня зовут ник черников я музыкант блогер отец своих детей немножечко скейтвардист и просто вообще обаяшка рок-н-ролл постмодернизм рэп ну а если кого-то смущает мат то идите меня зовут юджин я видеоблогер немножко режиссер немножко сценарист немножко актер люблю снимать видео люблю сниматься видео и вся моя жизнь этому и посвящена стоп 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 я вон с ребятами иду гулять меня зовут дмитрий шилов я алкоголик из красноярска показываю как мы с мужиками отдыхаем на природе на рыбалке всем привет меня зовут андрей фитнес-модель по совместительству блогер я такой тупой заново надо все писать фитнес-модель 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 я александр кондрашов travel блогер я стараюсь как можно больше путешествовать снимать об этом видео также занимаюсь профессиональной подводной охоты я бантик бой меня знают как модель у меня в соцсетях много людей и клёвые фотки меня зовут елена лисовская я автор проекта леса рулит первая в мире водоплавающая лисичка это в основном какая-то трешня так как бы подруги всем привет я анна бонд я из беларуси город минского телеведущая ведущая онлайн-проектов иду смотрю меня зовут никита морозов я видеоблогер 19 лет раньше занимался гимнастикой но потом что-то мне это надоело я решил завести свой видеоблог а кто это такой откуда у него столько подписчиков интересненько что это у них с лицами они что думали здесь будут отдельные каюты и джакузи с пузырьками первое впечатление недорого и небогато спать будешь только по команде я ожидал множество полуголых мужиков и все они рядом лежат и этого втискиваясь к ним и мы греемся ночью на холодном судне и мы тонем и я говорю брат мне было приятно быть с тобой вот так вот близко спасибо я не ожидал что здесь будет супер лакшери я не ждала тут каких-то какого-то корабля огромного супер не знаю мажорного нет раздражает и даже напрягает некоторые блогеры мужики которые ноют что им там нет те кровати но не ожидал что будут такие бедные скудные условия здесь как как будто чувствуешь себя в какой-то не знаю воинской части в армии в старой советское время вот это вот истерия бабская вот среди этих блогеров мужиков я имею ввиду но она смешная мне кажется это все лишь опыт это опыт это тот быт который здесь предлагает грузенштерн для нас это прикольно отдать швартовы начинается морское испытание длиною 800 мучительных морских миль обратной дороги у блогеров нет ну только если за борт посмотрите как они улыбаются первая же качка смоет улыбки с этих лиц но чего не сделаешь ради заветного миллиона я потрачу лям на то что я доделаю ремонт в детской куплю себе новую доску я не рассчитываю на миллион да я не хочу миллион получать мне как бы пофигу я сейчас в москве открываю свою тото студию и он мне пригодился бы вообще вот прям по-божески хочу выиграть 1 миллион рублей и отдать их фонд по борьбы с зожествами поеду в какой-нибудь детский дом и передам эти деньги я не знал что мы здесь будем выигрывать 1 миллион рублей вот я узнал это уже по прибытию на судно и решил все деньги отдать на благотворительность в помощь бедным детям но 100 тысяч из них пойдут они кучерникова и его маленьким детишкам я приехал точно не за миллионом я приехала просто понять что это будет может быть снять офигенный контент добро пожаловать набор крузенштерна запомните одно что вы здесь гости знакомство с капитаном мне сегодня напомнила фильм самый лучший фильм где дмитрий нагиев пародировал девятую роту вы все должны говорить четко это объект повышенной опасности вы должны сначала думать а потом что-то делать сначала вы подумали а потом передвигаетесь сначала подумали потом дверь открыли но пока все очень лайтово у меня дома это похлеще теперь немножко по распорядку дня он соблюдается неукоснительно помимо вас вашей группы на борту еще будет присутствовать и находится постоянно борту 120 курсантов плюс 60 членов экипажа какие мужественные лица у блогеров они выражают понимание и готовность к испытаниям хочу пожелать вам удачи успехов и отличного прохождения практики на борту крузенштерна главный альфа-самец после встречи с капитаном испугался за свой имидж афоне не хочет чтобы его снимали по утрам ох уж эти фитнес-модели я приехал снять контент для своих зрителей и отдохнуть такое поведение раздражает настоящих мужчин репутацию этого человека в интернете хуже некуда то есть вот как бы надо бы хуже да некуда ночью я не сплю выхожу с лицом да и это лицо показываю в камеру крутой если кто-то увидит его сонным и в трусах то это значит нанесет ему имиджевый урон какой урон ты вообще о чем ты наоборот сейчас должен показать своим зрителям что ты не пафосный а ты такой же как все встал тебе тяжело но это 7 утра и вместе со всеми ты чешешь думаешь кто-то напишет его синяки под глазами что войдет конкретно по пунктам в нашу программу как бы тебя зритель не увидел в данной ситуации на корабле это в любом случае будет лучше чем то положение в котором ты сейчас так кажется с моделью договорились по утрам его снимать не будут теперь можно переходить к первому испытанию простому тесту на внимательность пройдите тест и заработайте ваши первые баллы в погоне за миллионом рублей помните море не прощает ошибок раз два время пошло мне вверх ногами листок какие все напряженные как будто там что-то сложное такс посмотрим что там за вопросы да так кажется кто-то не может сам пройти тест я видела что мальчики некоторые друг у друга списывали контра шоу списать всем думал нормально это абсолютно я сам школе списывал сюда ты знаешь точный ответ на этот вопрос я один из классов школе писал я пять лет в институте списывал крапня в печень и что я на судне крузенштерна не могу писать конечно же я писал все десять из десяти саша когда же спасибо тебе подсказал мне по 1 или по 2 по 2 хотела у митяя списать но я не списала как бы списать тоже надо уметь они же тоже рисковали может быть я неправильно ответил десять из десяти были правильные я нашел отличника нашел сильное звено и взял его знание себе я например знаю парня который услышал правильный ответ до того как закончился тест зачеркнуть мне свою галочку и поставить новую или все-таки быть честным человеком именно потому что он ответил неправильно он не стал менять просто потому что это нечестно я такой святой но вот и результаты хитрые и умные вырвались вперед посмотрим как эти умники дальше себя покажут стоп а где никита морозов море не захотела менять никиту морозова он останется на берегу с еще одним таким визовых дел мастером филиппом марвином нет ну как можно было не проверить визу меня пригласили на этот проект и я с радостью согласился потому что мне было это жутко интересно я ожидал что придет со мной мой друг который не сумел сюда приехать из-за того что вы не пустили по документам та же ситуация у меня сложилась он парень молодой 19 лет практически он у меня уже закурил выпивать вот чуть-чуть не начал мне как сын был прилететь сюда я смог но пересечь границу греции я не могу почему-то а мне показался добрым но закрытым человеком а если бы я выиграл миллион я бы наверное не кучерникова дал бы чуть-чуть потому что у нее семья дети это очень круто хотя тоже насколько добрым я не знаю как судить при мне он не спасал котят не вижу смысла петь ему какие-то дифирамбы но я немного расстроен потому что я все-таки ждал что я буду учиться а вот так оказалось что и все я в общем расстроена потому что мне реально с ним было очень интересно пообщаться просто некоторыми людьми здесь не особо могу пообщаться вот все всем пока я надеюсь еще как-нибудь сюда приеду поучаствую и выиграю никита с рождения пой мальчиком был молодец во сне наш никита по морю ходил хороший мальчик не пил не курил что было дальше и визу заранее взял но не ту он что дурачок теперь остается никита в порту бедненький мальчик остается в порту виза 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 позабыв покой и лень делай визу делай визу а остальное все делай потом виза 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 позабудь про миллион делай визу делай визу а остальное все делай потом возможно я типа помешан на бабках или чё-то такое но мне нужен ли он страх завтра чуть не выпрыгнул но я его задержал теперь их осталось восемь ты чувствуешь что что-то с полом происходит как будто он не настоящий это не качка это детский лепет на лужайке и эти уже не смогут так просто покинуть корабль мое тело истощено у проигравшего надо отнимать бал и какого хрена слишком добрый чувак умри испытания только начинаются я в любом состоянии полезу на мачту до самого конца посмотрим она часами фотошопит свои фотографии но каком благородстве может идти речь зачем нужна такая команда у нее нет никаких шансов а а а а а